итак друзья снова всем огромный привет с вами канал gain over и сегодня в обзоре мы посмотрим это даже не обзор это я назову на видео пару рецептов с босс sd1 поехали друзья эта педаль выпускается с 1981 года то есть в этом году будет юбилей 40 лет кстати по этому поводу компания roland boss они же выпускают в ограниченную линейку такого юбилейного издания sd1 в черном цвете черный цвет желтенькая надпись золотистой кнопки и тут такой серебристый винт винтажный тип того так что блин круто было бы выхватить такую педаль но думаю до воронежа все дело вряд ли докатиться но да ладно сегодня я имею в руках вот такой вот экземпляр это личный этот тайваньский кстати босс sd1 это была первая педаль которую я купил новый абсолютно прямо пошел в магазин целенаправленно купил причем я пошел в тот первый судьбы в тот магазин в котором я потом буду работать через год буквально если мне не ошибаюсь в объяснении изменяет память она на тот момент по моему стоило что ли 2 300 2 300 2 500 в этом в этом районе сейчас такой даже за подержанный не найдешь таких цен ну ладно уж поделаешь в общем это одна из моих любимых педалей и сегодня я вам объясню почему вообще с чем ее едят как ее едят да как ей пользоваться не все врубаются у меня такой странный экземпляр уже наверно пятый раз я себе покупаю эту педаль то есть продаю покупаю продаю покупаю ну вы знаете гитарист как это все бывает и какой-то оборудование всегда в любом случае возвращается в этот раз мне достался экземпляр с такими дырочками по бокам отверстиями нет это называть надо только дырки уже не все кривые видать чувак хотел какой-то мод сделать но видимо паяльник коротковат у него оказался и в общем на мод забили оставили все в оригинале только вот ручки некоторые сменили перестала еще теперь работать батарейка да и хер бы с ней главное чтобы педаль звучала от блока питания 7 . что у нас это есть босс все как положено вход-выход питалова драйв тон громкость выходная и сейчас мы с вами послушаем как она звучит что она делает что с помощью нее можно сделать в общем чекайте итак погнали слушать вот такая цепочка на сегодня гибсон sg трибьют снова нас на видео на самом деле начал первый дубль писать на лес поле на своем и посреди дубля естественно у меня лопнула струна четвертая что поделать поэтому на замену отличный экземпляр гибсон sg трибьют провода хамблб кебл все напрямки в босс sd1 и в усилок пиви 5150 в чистый его канал кабинет и снимаем все это дело микрофоном четыреста двадцать первым вот так звучит чистый канал пивика и теперь поехали значит настройки по педали драйв парк практически в нуле тон посерединке давайте наваливать громкость чтобы тут не порвало ничего помаленьку до можно еще поддать то есть слышите разница да то есть вот такой кругленький звук и под наваливаем давайте представим ситуацию вы играете в каком-нибудь коллективе незамороченным абсолютно то есть там никакой там не хэби метал там да а то есть вы просто аккомпанирующий гитаристом до который играет там какую-нибудь такую лабуду но в какой-то момент вам надо немножко выделиться либо на припеве погромче да то есть вы одним нажатием кнопки есть разница да такой кругленький слегка провальная середина хоп в нужный момент ли там вы соля какой запилили хоп и обратно воткнули свою струю все в этом есть плюсик далее поехали немножечко поработаем с гейном как умеет у нас гитарка не гитарка педалька под наваливать я сразу в середину всажу и вот посмотрим поехали еще не проснулся ни хрена 7 утра время видите да он немножечко подрезает низок но зато очень сильно выпячивается середину ну давайте сейчас накрутим гейн прям до конца посмотрим что из этого вы то есть как и чуть-чуть подогреть канал то есть слегка поярче сделать не то чтобы подогреть дать слегка его так вот за ну не забудьте тебя даже не знаю наверно забудьте слеганса чистый канал как и уже такой вот ну довольно таки неплохой овердрайв то есть при ручке драйв на максимум вообще вполне себе если мне кажется немножечко ярковато во всяком случае ко мне сейчас в комнату идет такой довольно таки яркий звук я вот давайте тон приберу до 9 часов и посмотрим отлично давайте еще поработаем немного с перегруженным каналом то есть вот кранч канал пивика звучит вот так офигительный звук у него ну и подогреем все это дело боссом естественно то есть настройки как я сделаю уровень выхлопной почти на всю на три часа поставлю драйв на 9 часов то есть не нужен очень гейновый звук нужно просто его увеличить этот звук то есть громче сделать более серединистым тон я приберу на часов до 9 потому что прям ярко довольно таки звучит эта гитара но послушаем да вот пивик что мы сделали мы опять же увеличили звук мы отрезали губнящий низ легенькую компрессию создали то с тем самым то есть приходит при наличии хорошие атаки у вас вот то есть вы будете там-то слушайте но очень яркий а еще тон приберу вот так более-менее на всяком случае здесь в комнате там послушаем как на записи получится ну если на к наваливать еще драйв но если еще наваливать драйв конечно появится не кисленький такой фон особенно с вас там нет но из гейтов поэтому как бы его лучше бы конечно приобрести качественную там все эти шнуры блок питания лучше еще батарейки но давайте послушаем сейчас вот просто на мгновение мы навалим гейна так навалил я гейна до до черт с ним нам на максимум давайте послушаем вот так вот так Субтитры сделал DimaTorzok Чего бы не попробовать на хайгейне? Ну что ж, дошло у нас дело до самого безобразия, до хайгейна Вот так звучит родной хайгейн пиваса Давайте попробуем грелочку То есть сейчас драйв на 9 часов, громкость посередине Тон почти в нуле Не почти, а прям в нуле Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и наконец-то я покажу еще одну фишку с этой педалью, Которую, которую, может быть, даже многие просто, ну, не допирали, потому что, ну, вот, какие-то гитарные боги издали какую-то гитарную истину, то, что овердрайв нужно только до усилка включать, да, типа разогреть усилитель, но никуда больше другое место, нет, только до основного массива дисторшна, там, то есть, да, ни в коем разе. Почему нет-то, блин, твою мать, что, взорвется, что ли, что-то, я не понимаю? Я лично предпочитаю больше смотреть западные обзоры, и там вот чуваки вообще без комплексов, они могут вообще делать что угодно, они могут квакушку после дисторшна ставить, хорус вообще хер знает куда. Вот я лично за такой подход, не надо вот эту какую-то истину, блин, дебильную, вот эту, только так, только так, да не только так, как хотите, так и делайте. Каждый, ну, как хочет, сами знаете, да. Так что смотрите, фишка и ход конем. У вас, допустим, одноканальный усилитель, ну, вдруг с петлей. Прям так повезло вам, что у вас одноканальный усилок с петлей, и у вас, кроме SD1, нет ничего. Но вы соло-гитарист в группе, да, и в какой-то момент вам хочется, да, зарядить солягу и сделаться, естественно, на порядок громче. Но вы не имеете возможности, поскольку усилитель у вас всего лишь один, одноканальный, то есть вы играете, допустим, там, да, вот. Но в какой-то момент вам надо запилить вашу просто потрясающую солягу, что мы делаем? Мы берем SD1 и врубаем его нахрен в петлю. После преампа. Вопреки всем канонам гитарных идиотских богов. Смотрите, что получается. Субтитры сделал DimaTorzok Кто вам запретит так сделать? Разве это не выход? Это выход. Это еще раз доказывает крутость вот этой педали Boss SD1. То есть, смотрите, она и clean boosted, она и clean грузит, она и high gain может подчистить немного, да, прибрать низ, скомпрессировать, сделать более гейновый звук, более лидовый, да, чтобы ваш сустейн просто превратился в бесконечность. Но еще он умеет просто бустить уже перегруженный канал, то есть после перегруза. Выдавать его еще громче, то есть делав вас просто гитаристом номер один всея планеты. Чем ли не кайфы? Ну что ж, друзья, вот финалочка нашего сегодняшнего выпуска. Как вы поняли, педаль просто мега универсальная. Палочка-выручалочка в любых абсолютно ситуациях. Неотъемлемая часть звука очень многих гитаристов в педалбурде. Просто дохренища. Как бы, я считаю, что лагеря, в принципе, делятся, да, там, на тех, кто юзает SD1 и кто юзает Tube Screamer. В принципе, одного полиягоды, по сути дела, но звучат чуть-чуть по-разному. Я лично больше почему-то люблю SD1, но я Tube Screamer, я не откажусь, еще скоро себе опять его, наверное, куплю. Вот идиотизм. Ладно, друзья, вот такой был обзор. Вот такая чудесная педаль. Напишите, если вы пользуетесь этой педалью, либо когда-то пользовались, как у вас обстояли дела с настройками этой педали. Подружились ли вы с ней или нет? С вами был канал Game Over, друзья, до новых встреч, пока!